Просто мы еще не знаем, как это назвать, как это обозначить, поэтому это для нас такая черная материя, и мы еще не знаем про что это, но каждый, каждый, каждый день сейчас, именно наше внимание к тому, что происходит, начиная из этого, делать из этого такой формы, синтез. Мы просто сейчас находимся в самом-самом начале этого пути, и это большое нам сейчас настолько, но оно не видно, мы не видим границы этого пути, оно абсолютно не поздно, это все, это один и даже принцип творения во всем. Нам не дали просто даже времени, чтобы, сейчас такой момент, когда либо вскакивает все в этот пояс, либо нет, как будто бы, нам даже не дали еще понять, что это такое, подышается там по жизни. Это очень стремительно происходит. Коллеги, я вам хотел бы напомнить о таком важном для русской культуры мастере юристического высказывания, как Виктор Пелевин, который еще пять лет назад написал роман «Айфак-10», в котором концепция русского искусства, не русского, а современного искусства и генеративного искусства, подана в очень интересном ключе, потому что там есть так называемый гипс, и это как раз-таки на стыке 20-го и 21-го века искусство, в котором последний в истории искусства момент, когда было участие человека и его личности. Последующие все, как бы, формы искусства стали генеративным искусством, и умотно, как бы, происходит все события через сто лет, когда уже, как бы, даже идеи искусства, как личного высказывания, больше не существует. И мне кажется, что для сегодняшней дискуссии это вполне себе адекватный, честно говоря, взгляд, и мне, возможно, даже не стоит этого бояться, потому что, как, возможно, как индивидуальности мы уже все более-менее высказались. Даже, как бы, неважно, боишься ты или не боишься, это уже лично твое и каждого человека дело, потому что мы столкнулись с определенной данностью. Это уже произошло. И ты можешь, как бы, использовать это, либо не использовать, отказаться от этого. Это, как бы, личное право кантового, творческого человека, сценариста, музыканта, там, и так далее. То есть, в данном случае, я, как музыкант, я также создал и представил квази-оперу, созданную совместно с искусственным интересом. Это опера на картезианском языке. Это язык деката, на основе которого, собственно говоря, создана была, в конечном итоге, двоичная система, которая работает и формирует все компьютерные программы. И это просто как данность, ты берешь это как инструмент. Я, как человек, абсолютно олдскульный, абсолютно аналоговый, и меня, как бы, интересует такая живая вибрация, но, тем не менее, я взял этот инструмент и создал нечто новое. И оно действительно, то есть, абсолютно, как бы, уникальное и новое. И с такого, как аналогового, такое создать невозможно. Зрителю становится неважно, искусственный интеллект это создал или нет. И, соответственно, в этом отношении, получается, человек не нужен вообще. Ну, только как зритель. Здесь часто, мне кажется, иногда, вот, когда мы ходим по музею, условно, и смотрим на разные работы, мы не сразу обращаем внимание на имя, кто это создал. Мы просто смотрим, как образ, картинку воспринимаем, на цвет, форму, и даже не задаясь вопросом, у нас какое-то чувство рождается, эмоция, да, нравится, не нравится и так далее. И только после мы уже углубляемся, кто это сделал. И тут то же самое, как будто ты сначала воспринимаешь в любом случае просто образ, и только потом уже, ну, углубляешься. То есть, соответственно, в искусстве человеку не нужен, правильно? Почему? Ну, за этим же всё равно вечность. Как зритель? Как зритель? Все равно нужно. Немножко ложку дёртку ставить. Лучку дёртку. А вы говорите, что художник, он занимается творчеством. Вам не кажется, что мы все идеализируем и слишком романтизируем самого понятия творчества? Потому что художник – это живой человек, который, когда подходит к белому холсту, у него начинается в голове какой-то анализ того, что он знает, того, что он выучил, того, что он видел. Так или иначе, это переработка как бы его опыта. А в данном случае вот этот вот монстр искусственный интеллект, он просто обладает большим количеством информации. И художникам есть, а у художников тоже множество. Я отвечу, я отвечу. Разные подходы. Есть, когда ты стоишь тут холстом, да, ты можешь, вот, концептуальное искусство, искусство, идея, ты, конечно, включаешь разум и пытаешься на холст или на бумагу еще куда-то перевести итог твоих отношений. Но есть же еще и другое искусство или состояние, когда ты делаешь искусство, не зная, что у тебя получится. А почему мы думаем, что алгоритм знает, что у него получится? А нет, у него есть задача, у него есть промт, который мы написали. Да, промт может сам написаться. Личность художника становится особо важна, как Энди Уоркл, там, не знаю, да, какие-то люди, которые, ну, хулиганы-скандалисты или провокаторы, как бы как-то Дали, да, они становятся как персонажи сами, ну, еще более, получается, то, как ты действуешь в обществе, где ты бываешь, что ты делаешь в своей жизни, становится очень важно также, как твои картины. Ну и что, кстати, человек тоже так сложно. Он может врываться в чаты, допустим, в джинаморские чаты, филиганы, там, по-другому давать карты. Да, 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 да. Вообще, мне кажется, все это безопасно, пока все эти сети, они деморализованы, они, не знаю, как, в своих коробочках, как бы, когда они начнут интегрироваться между собой через глобальный интерфер какие-то вещи, вот тогда будет уже реально... Этому научили тебя, этому, ага, тут какой-то попался из... Мне кажется, не стоит просто сильно об этом беспокоиться, и просто приготовиться к тому, что само понятие вот этого продукта творчества, оно будет немножечко, как бы, де-идеализировано, и художникам будут... Сдебальбируют это все, да? Ну, в каком-то смысле, да, то есть, как Юра сказал, то есть, определяет, наверное, зритель, да, какая мне разница, мне нравится эта картина, кто ее нарисовал. Другой вопрос, что алгоритм тоже воспользовался другими картинами других художников, и поэтому им положено там, наверное, какой-то там... Как они воспользовались? Да, это просто начало действительно нового времени, в котором просто художники, ну, не будут такие художники... Это как мое мнение личное, но я спрашивал мнение всех остальных, потому что мы видим, что происходит с ними спокойство, почему здесь есть, здесь нету, вот что-то не будет. Ну, они убедили продюсерские компании, что те будут учитывать, каким образом, значит, их работу, и не будут так жестко поставлять все эти штуки. Короче, будут бережнее относиться и давать им столько же денег, сколько давали раньше. Можно мастера. Ремесло, ремесло будет уходить, потому что... А пространство идей, как бы, и креативность, и промышление будет так все больше и больше цариться. Мы уже более-менее высказались. Даже как бы неважно, боишься ты или не боишься, это уже лично твое и каждого человека дело. Потому что мы столкнулись с определенной данностью. Это уже произошло. И можно делать как бы либо использовать это, либо не использовать, а отказаться от этого. И это, как бы, личное право как творческого человека, сценариста, музыканта и так далее. Да, ты слышишь, я как музыкант, я вот так же сукру. И это, вася. Да, это желудок. Такая ассоциация, она может быть грубоватая, но очень понятная. То есть, условно говоря, художник уже как? Он готовит блюда, вот вокруг есть продукты, их все видят, но блюда готовят художники. Они преобразуют эти обыденность так, что это становится чем-то интересным, вкусным. Но кухня тоже бывает разная. Кухня есть для всех, кухня есть китайская, есть вьетнамская, есть для гурманов, есть какие-то мишленовские рестораны. То есть, потребитель тоже разный. Есть любят все, готовить могут единицы. Вот сейчас появился какой-то кухонный комбайн. Да, он там лепит пельмени быстро, еще чего-то. Многие напряглись, но это все равно. Вот останутся вот эти гурманы, останутся вот эти тонкие ценители, нюансы вкуса. И в этом смысле ничего страшного не произойдет. И еще такой момент, что вот есть такое мнение, я с ним глубоко согласен на данный момент, по крайней мере, что искусственный интеллект, у него есть набор алгоритмов, по которым он, в общем-то, комбинирует из уже существующего какие-то новые комбинации. Но принципиально нового выйти за рамки вот того, что уже создано, он все равно не может. То есть, вот эта функция выйти принципиально на новый уровень, найти новый подход, искусственный интеллект не может и никогда не сможет. Это все равно остается за человеком. То есть, он все равно вторичен в своих всех генерациях. Вот все, что мы видим, это так или иначе. Очень улучшенная, очень профессиональная, более профессиональная, действительно, обладает большей экспертностью просто на силу того, что у него информационная база больше, чем у любого человека. Но это все компиляция. А как же эти две самообучающих сетки, которые выучили язык, что человек испугался и пришлось с розетки выключать? Человека? А? Человека? Ну, типа того же, да. Ну, я... Они же вообще что-то по своему пути пошли. Они самообучаемые. Они самообучаемые, действительно? Они самообучаемые, но не самообучаются, потому что уже есть эти комбинации. То есть, эти алгоритмы перечислены. Вот они новый язык придумали. Так они будут синтезировать язык. Давайте, что такое новый язык? Да, соединение. Мы не соединимого. Берем собаку, берем табуретку, соединяем, получаем что-то. Это новое. Обе собаки с табуреткой. Ну, например, да. Человек, он удивляется. Но на самом деле, вот этот подход, он известен, он давно известен. Это соединение несоединимого. Ну, главарь Орел, там, я не знаю, этот, как его, Сфинкс. Кто там у нас еще? Да полно вот этих вот комбиков, да? И вот этот подход известен с Кедавр, Пегас, там, ну, в общем, это... Главарь Орел. Ты не толкаешь? Это же вообще, куда он там, что он? Как Орел придумает, куда лететь? Всем ходит, там, бегалой. Вот. Это тот же самый подход, посмотреть. Отличная иллюстрация. Искусственный интеллект, он просто, да, он генерирует, он бесконечно генерирует новые образы, и они нас восхищают просто потому, что он перебирает эти варианты. Но это не принципиально новый подход. Это, да, принципиально новый образ, но не принципиально новый подход. Вопрос-то в том, что человек их ограничен. Как не вопрос? Мы не знаем, что там может быть. Но у него нету. Например, как задать ему возможность увидеть то, чего у него нет внутри? Он не может и не вернуть. Это, конечно, это воображение. А то, что мы его июны тоже с помощью воображения только может быть. Мы тоже синтезируем с нами. В истории искусства есть примеры, когда вдруг художники переходят на новый уровень. Но это тоже шансы свои фессора, прости, господи. Вот он взял, он полностью перевернул. То есть раньше так никто не делал, так никто на это не смотрел. А он так посмотрел. И дальше на этой основе все начали хлам всякий тащить в галереи. И там огромное количество, все эти губки, я не знаю, все это известно. И вот на это искусственный интеллект считается, что не способен. Потому что это принципиальный новый взгляд. Не исключаете возможность, что изучив историю искусства и как бы успешные повороты, как Малевич, совпал время, он проанализирует всю информацию, что чтобы внедрить сразу новое, нужен был заказ. Он просто возьмет все, что вы знаете, возьмет, это впитает и будет делать такие ходы. Вопрос в этих инсайтах, откуда они к человеку приходят, к настоящим художникам. Ну как, прошу прощения, не к настоящим, а к этим вот, которые, знаете, болезненное состояние, вот эти, ну там, фазлов, да, у которых прям вот тут уже болезнь практически. Ему приходит вот это. Можно я добавлю из психоаналии, конечно, попростить, да? Я бы, прошу прощения, вот туда слово ложится воодушевленный. Вот это воодушевленный, да. То есть это откуда ты снег, они не знают откуда это. Машина говорит, что есть как бы вот там суп бессознательного, да, вот это по сути объем твоей насмотренности по жизни. И ты ограничен, потому что создаешь во сна творчестве вот этим вот набором супа вот этого бессознательного, который там все реалистично соединяется, да? А потом, типа, появляется юн, который говорит, ну, вообще-то у нас есть коллективное слово бессознательное, да? И всем обществом в этом разница, да? А дальше мы говорим, а еще у человека есть кто-то больше у меня, чем бессознательное вообще. И мне кажется, это какая-то такая же тема. То есть есть художники, которые находятся в какой-то вот этой парадигме Фрейда, да, что я здесь там, я, по сути, отбираю из супа своей насмотренности свои философские идеи и воплощаю визуально. Вот, да, это такой подход. А есть вот про эту вооруженность, это то, что, по сути, сделать юн психоаналенную, то есть у меня еще есть что-то помимо бессознательного индивидуального и помимо коллективного бессознательного. Нечто большее, типа, да? Вот. И за счет этого, в принципе, отличается, да, ну, пошла все к терапии развиваться, а не ясно от людей. И как будто это что-то такое же. Ну, да. То есть где-то так, что мы должны, когда человек, который сознательные идеи, вот из этого супа насмотренности создаёт, то да, идея изменяет, да. Это правда. Но художник придает, сделает исход хаос и космос. Вот основная задача. То есть художник всегда творит в хаосе, всегда в неопределенности. Да, но, ну, смотря, видимо художника называются разные люди, короче. Кто-то действительно от удушевления действует, кто-то действует от вот этого, по сути, логического выстраивания и своей насмотренности, да, огромной. И это сделает это абсурдное и имеет мою огромную насмотренность. Вот. И просто мне кажется, когда мы говорим о художниках, мы имеем в виду такое разнообразие разных людей и способов их создавать это творчество, что как будто нельзя тут и договориться. Все будут сидеть в чате GPT. Единственное, что... Ну, извините, да. Единственная опасность, которую я вижу реально, то, что, ну, например, в системе обучения детей и тому подобное, они будут просто задавать вопросы и сами не учиться как-то анализировать информацию или что-то. Вот это, скорее, главные глобальные вопросы. Что будет с детьми? Как они будут обучаться пред... Да, вот именно. Как они будут генерировать мысль, в каком счастье они будут расти? Они просто будут... Раньше, помните, мы садились за энциклопедии и выписывали про какого-нибудь эленицы. Что это такое? Сейчас, соответственно, он что? Сядет и скажет, мне нужна работа, как я провел это. И вот, все, отдал. Где я ходил? Уже были в моей школе крупные штуки, там, сочинения для такого-то класса. Ты приходишь, просто покупаешь, ты оттуда открываешь и оттуда списываешь. Приветико. Это тоже та же самая. Да, да. Только сейчас помочь. Привозит. Соответственно, вот это вот, скорее, страшные вопросы, которые действительно... Не то, как и когда это зайдет, а то, как с этим жить в будущем и воспитывать это дело. В итоге... Я говорила. Итак, я говорила. Можно я обеих брошу? Давай. В итоге... Ощущение такое, что все зависит от личной ответственности каждого. Да. Там, кто как ты будешь воспитывать своего ребенка, что ты в него вложишь, какие алгоритмы мышления, какие способы выбора, там, да, всего, какие модели использовать, какие машины, если он использует, где в этом будет его инициатива или потребительская, да, какая-то составляющая. В общем, ну... Ну... Я думаю, что прогресс не остановить это. И это не совсем, на самом деле, вот противовес того, что вы сказали. Зависит от нас, потому что хотим... Вот я, на самом деле, когда появились там смартфоны, я был... Мне почему-то кнопочный телефон больше нравился. Но сейчас я тоже хожу с таким же, как и все, смартфоном. И... Ну, в общем, не все всегда это зависит от нас. То есть здесь появляется какая-то моды, появляются какие-то новые возможности, которые дает смартфон. Но, конечно, человек пока что нужен как зритель. Ну, не, сейчас художник точно нужен. И все юристы, и доктора, и все остальные, они нужны. По мере развития искусственного интеллекта, наверное, роль человека будет сокращаться постепенно. А что дальше, посмотрим. Ну, а как ты думаешь, что дальше? Я думаю, что дальше мы сольемся воедино. Либо искусственный интеллект заменит людей, либо мы как-то синтезируемся и вместе будем с искусственным интеллектом жить. Уже не как люди, а как какие-то другие существа. Ну, то есть это эволюционный процесс. Ну, это в далеком будущем. Это такое футуристическое рассуждение. А если говорить конкретно про… На самом деле, даже интереснее рассуждать о чем-то конкретном. Например, об искусстве. Потому что здесь мы уже конкретно можем задавать вопрос. А вот здесь важно, что человек это создал, или не важно на самом деле? То есть мне, как зрителю… Мне не кажется, там будет еще. На мой взгляд, творчество не может не погодеться. Вот я рассуждала по поводу того, кто такие художники, что это такое. Когда у меня были маленькие дети, и мы жили в комьюнице, там было много детей. И у меня было четкое осознание и понимание того, что каждый ребенок пришлось художником. Вот тогда ему материалы. Вот эта потребность в творчестве, в самовыражении, она какая-то базовая. Вот для меня вся эта история связана с тем, что возникает и будет возникать очень много контента, который невозможно отличить, определить степень его достоверности. Действительно ли в мире есть вот такое животное, или такие насекомые, или вот такая анатомия человека, или скульптуры, произведения искусства, или это создано машинами? И вот подрастающее поколение людей, которые не воспитывались, не росли в опоре на какие-то энциклопедические данные, научные дисциплины или хотя бы Википедию, они будут видеть просто огромный наплыв визуальной и другой информации. в которой у них не будет опоры и не будет вообще никакого понимания, это реальная реальность или это уже виртуальная реальность. И вот мне интересно, как будет развиваться мышление человека вот в таком пространстве? Я не знаю, но можно рассуждать. Как будет развиваться сознание человека? Я не знаю. Мышление, даже сознание, бог с ним. Как сознание развивается, оно... А вот алгоритмы мышления, то что есть же определенные принципы анализа, что нужно несколько источников, нужно операться на первоисточнике, там, я не знаю, ехать в джунгли, искать этих насекомых, этих животных, нужно подтверждать, что они есть, а что у них там два уха и вот это все. Научный подход в ориентации, в реальности, не будет ли он полностью взаимен каким-то другим альтернативным способом мышления? Когда степень достоверности... Знаете, хороший вопрос, извините, тут вот, может, как вылетел в топ, тут вот, условно говоря, этот самолет пригожен. И ни один человек не знает, был ли там, не был, и всем уже все равно. Потому что все перестали доверять информацию, и все допускают все возможности одновременно. Дурацкий пример, но он проецируется, в принципе, на то, что вы говорите. Это мы живем в эпоху, когда информация перестала чего-то стоить. То есть все допускают все варианты, потому что, может быть, и так, и так, и так. Окей, это мне интересует только угроза. Какая есть угроза, когда вот подрастет вот это поколение, которому сейчас 4-5 лет, 7... Знаете, они такие зворотые. Вот у нас студенты в строгнутке, без всякого искусственного интеллекта, когда их заставляли рисовать, значит, катуру, вот пожилых женщин в одних и тех же одеждах. Значит, они сначала... Первое. Они просто переписывали. Одна и та же старушка сидит, ее переодевает, а они записывают 3-4 раза одно и то же, другое платье на них записывают. Потом они, кто бы богаче, стал фотографировать, распечатывать и сверху мазки накладывать. Они получали пятерки, что идет кафедра из профессоров живых все. Они ничего не отличали. Стали пятерки. И потом, знаете, как вы видели, я схожу в аудиторию проекта. Четыре одновременных распечатки сидит, один умелец и вот так. В чем разница? То же искусственный интеллект просто такой... Но это все исполнительское, не творческое, не художественное, вторичное, не имеющее никакой, так сказать, художественной ценности в итоге. Потом все это в контейнер-струбновке забивается вот этими работами, а люди, знающие, там баснуться, вытаскивают, им нравится, они куда-то там вешают. Но опять-таки, вопрос о кухне. Это же самое. Использование чужих рук для получения оценки. Да. А на живописеду профессора... Они говорят, да, вот здесь тепло-холодность, это замечательно. Это пять. Значит, подходит второй ужас какой. Это два. В них не было никаких критерий. Я сейчас могу об этом сказать совершенно четко. Если они только кучи не идут, и тогда кто-то задает тон, и тогда они все подпевают. Если по отдельности... В рисунке есть объективные критерии относительно. Значит, в живописи никаких критерий на профессиональной кафедре живописи с огромной историей не было. Это все абсолютно было субъективное... Вот такая вот... Чего-то я зря не сказал. Как раз волнует, что невозможно с первого взгляда, с первого чутья отличить правду от неправды. И это же... Мы не можем научный подход применять ко всем сферам своей жизни. И все равно останется слепое пятно, в котором реальность как-то не совсем реальная. Ну, я уже, наверное, не приспособлюсь. Может быть, детям будет нормально? Может быть, для них вообще это будет действительно неважно? Не ценно то, как отличается одно от другого. Может быть, останутся там какие-нибудь маргиналы, которые будут действительно собираться там маленькими группами, да, на больших помещениях, написать вместе красками, делиться ощущением от гисти, помазанной мазка и так далее. А большинство людей, наверное, правда, просто не интересно. Как высокая кухня. Гурмана всегда будет и всегда будет мало. Они всегда будут разбираться в тонкостях, в нюансах. И они будут понимать только друг друга. А вот те, кто в Макронис пришли и съели картошку, им совершенно все равно как-то картошка. Не факт, что мясо или мясо. Вот там, котлеты, это что это, мясо или нет? Никто не знает. Мясо, мясо, белки, как бы они в Африке белки. Ну да, если считать, что там белки, но мясо или это? Ну, в общем, и начинается. В итоге получается, что почему мы не научим наших детей? Что с ними будет происходить? Все равно, мне кажется, нужно закладывать определенную базу методологического подхода к познанию мира. Критическое мышление, да. Вы знаете, что, по крайней мере, я стараюсь во всей педагогической практике, самое главное, чтобы они могли выстроить какую-то систему критериев для оценки того или иного факта. Она может быть каждый раз своя, но они должны уметь это делать. То есть не принимать на веру, потому что на веру принимать нельзя вообще ничего. Особенно сейчас. Это просто, как бы, система. Довольно быстро ее соорудить, она должна быть довольно мобильная. То есть исходя из которых ты оценишь эту вещь. Вот сейчас здесь это хорошо или нет? Спасибо. Или для меня конкретно. Или нет. Ты никогда не сможешь ответить на вопрос, хорошо ли это вообще. Невозможно. Но ты должен для себя сейчас быстрее ответить. Все, ну, базовая штука – это критическое мышление. Безусловно. Кто начал включил кнопку в клуб? Кто это делает? Ну, допустим, когда-то кто-то, какой-то человек включил кнопку в клуб. Но прошло много лет, и, допустим, GPT сам уже генерирует запрос, концепцию, арт-концепцию, по которой создается арт-объект. Арт-объект создан, другой человек, допустим, потребляет, ну, смотрит на это, да, и видит в этом предмет искусства. Нужен ли будет человек? Кроме как вот несколько лет назад, когда он включил кнопку. Они генерируют просто безумное количество картинок. Кто делает отбор? А, direction, да, так сказать. Кто делает отбор? Это и есть художественный. Вот это вопрос, что такое вообще вот этот творческий. Получается, ты, во-первых, задумал что-то. Ты пошел, купил там, не узнай, пол, краски или компьютер, включил и что-то. Выставка, часть выставки. Это дискуссия. Это все часть этого проекта. Название картины. Потому что вот эта картина, если вы скажете, что это фламинго осенью, например, ну, мне это может попасть. Потому что, ну, я не знаю, фламинго осенью, ерунда какая-то. Название картины. Ну, просто это все работает в комплексе. И вот, если это сработало, и я еще понял, я увидел, где-то у меня будет, все. Вот тут состоялся творческий акт. Это вот не только включил компьютер. Это, в целом, вся вот эта история включает этот процесс в этой галерее. Вот это все... В целом, теоретически мы можем разделить все вот эту автоматизацию. В том числе придумывание названия, рисование картины и создание концепции. Правильно? Да. Ну, условно говоря, вот без подсказки, без какого-то дополнительного камертона. Вот мне нужны какие-то критерии, чтобы оценить. Ну, мне бы очень-очень помогло назвать. Вот художники точно так же, это такой инструмент эволюции, нащупать новый способ видения, новый способ мышления. Там большинство этих художников попадают в какие-то ловушки, погибают, спиваются, повторяются. И кто-то один вдруг попадает на какую-то... Это как этот грипп, слези, видит, да. Попадает на что-то такое, бамс, и это открывает перед всем человечеством новые возможности, не только в области художественного творчества, а в подходе. Вот если, например, вот эта связка, я попросил сгенерировать, потом второму попросил выбрать, а третьему попросил назвать, вот все это вместе творчество, потому что придуман алгоритм, который функционален для чего-то другого. То есть это как модель. Да, проект на родном, она как бы в комплексе представляет ценность для человечества, как новый вид, новый взгляд. Собственно, в этом суть творчества с точки зрения эволюции. И художники здесь, конечно, не все, это единицы. Всем остальным хочется вот просто есть, там, спать, я не знаю, что там еще делать, деньги зарабатывать. А художники, вот им прям зудит, вот он хочет найти что-то, он сам не знает. Логативность. Ага, так вот, мне очень отвлекается то, что вы говорили ранее, потому что вся вот эта новоискусственная история, она же на бигдата основана на том, что уже есть. Конечно, да. Просто огромный качественный, который человек не способен делать. А новое записывать тоже туда надо. То, как человек вызывает новые идеи, тоже большой вопрос. Мы, может быть, тоже симпатизируем. И симпатические идеи, да. Да, безусловно, и большинство людей. Но новые подходы, ну, как бы новые подходы в решении каких-то типичных задач, да, получается, креативность. И вот, как бы, и гениться, попросить искусственный интеллект, мы можем написать кром, пожалуйста, будь креативным. Ну, это, да, что-то. И мы можем попробовать сделать рендом, то есть сделать ошибку, но сам он ошибаться не будет. Ошибка очень важный момент, да. То, что сейчас все... Не, искусственный интеллект ошибается. Да, вот, 6-7. Ну, это, смотря в точке ошибки. Я не знаю, что неправильный вопрос. Ну, в итоге остается все равно вот этот момент свобода выбора, все равно фронт и цепочка фронтов, это все равно... Ну, с желанием, да, вот, если есть проблема желания, что пока что искусственный интеллект, насколько мы знаем, нет желания, вроде как мы не обнаружили, а у человека есть. Это вот отдельный вопрос. И мы вокруг, как бы, вот, за это наша дискуссия, по сути, и зашла. Да, да, да. А-а-а, ну, понимай, из четырех частей состоит? Нет, не Кюрцов много, не, нет. Я когда, если не был Ченагорь, я думаю, я так не буду здесь, конечно. Но они говорят, что тут классно плавать, но в утре... А, да-да, это по пути сюда, знаете, вы на этом как родове, да? Я не сейчас повыла, потому что... О-о-о-о! Кристот, а я не смотрю на девчонку. Я такая на нее долго... Продолжение следует...